Там щука. Я тут, конечно, мышь так растрепать ни разу такого не видел еще. Как клюнула? Ну, так, барчик небольшой. Ну, примерно так происходит современный поиск хорошей щука на мышку. На окей эта тема тоже работает. Всем привет! Сегодня 21 сентября, и уже скоро, как бы, надо уже ехать будет на второй этап пал на Горьковское море. И решили мы выехать немножко отдохнуть, да, отдохнуть, как бы, перед рыбалкой на рыбалке. Думаю, тут, как бы, все понятно. В общем, сегодня у нас достаточно необычная цель. Забрались в заливы. Стригинский залив, один из самых популярных на Снаке. И попробуем половить щуку с помощью паноптикса. Попробуем, может быть, поискать пилогическую. Попробуем, в общем, половить ее на крупной приманке, потому что уже осень. И, судя по отчетам в группах, там, ВКонтакте, ну, и в целом, там, в каких-то личных профилях, она здесь начинает поклевывать. Поэтому попробуем поймать. Тем более, условия будут, как бы, наиболее приближены к подохранилищу. То есть, стоячая вода. Конечно, тут немножко тянет, но в основном, как бы, вода стоячая. И вот попробуем так полазить, поискать, поохотиться с паноптиксом за щукой. Конечно, основная цель – это просто отдохнуть, но у рыбалки уже еще должны быть какие-то второстепенные цели. Там, поймать какую-нибудь рыбу, сколько-то наловить, разловить какую-то приманку. Вот у нас сегодня цель именно полазить по заливам. Ну, вот такие коряжки тут есть в заливе. Не знаю, будет здесь что-то, не будет. В целом, вроде бы, щука должна ближе к осени сюда встать. Ну, и судак тоже, вроде бы, здесь ловится. Конечно, как бы, знаем про это место очень давно, но особо здесь не ловим. Сейчас вот попробуем. То есть, в принципе, вот такая карта залива. Есть отмели, есть термальная глубина. Посмотрим, поползаем. Может, что-нибудь поймаем сегодня. Хочется разловить именно на оке мышь. На прошлой рыбалке тоже тут ездили с отцом, может, неделю назад на основной речке. За ней гонялись сюда очки, то есть было много достаточно выходов. Но все-таки хочется, чтобы хотя бы поклевку видеть. В идеале, конечно, тряпу поймать. Сейчас будем пробовать у нее. Крепляли. Такое вот в целом деревце, но пока поклевок не было. Несколько забросов мышь и сделал, реакции вообще никакой нет. В общем, поклевку не заснял. Но там щука. И подклевка была на мышь. Готовься. Ну, как-то так. Стой, коллеги, с большой поклевок не было. Переставились на более маленькую. И, ну, такой, наверное, не бонус. Но, тем не менее, хорошая щука на мушку. Но окей, эта тема тоже работает, как можете видеть. В общем, такая щука. Долго с ней провозились, отцепляли. Лодки инструментов нет. Все осталось в игровой, на которой выступали. Впали. А тут, как бы, любительский набор. И, в общем, не очень удачно щука засеклась. Сейчас пытаемся как-нибудь ее привести в себя. Потому что, вроде бы, реба, ну, относительно бодрая была. Вот. Такая, в общем, красивая. Немного крови, шаперик, шаперик. Залила мышь, осень. Ака, как бы, здесь на это, получается, тоже клюет. Ну, вот, меня более-менее научили ловить на эти приманки. Потому что до этого и кидал. Как бы, сам пробовал. Поклевок вообще не было. Но съездил на тренировки тоже с командником, Семеном Готовским. Показал он, рассказал. Ну, и вот, как бы, не с первой, не с большой коряги. Но с такого поливчика тоже рыба клюнула. Без особой привязки. Просто, можно сказать, таскал мышку. И она вот выскочила. Не успел даже камеру включить. Вот так очень редко произошло. Уже только в процессе успел попробовать ее. Пока щука восстанавливается, расскажу про приманку. Это обушная лягушка от Абу Гарси. Ну, стандартная лягушка мини размером от CVC. Комплект. Это Абу Гарси из Пайкикс. Такая, можно сказать, удочка под пелагическую ловлю специально сделана. Судака и можно ловить щуку, как вы уже видели. Видите, шнур здесь намотан двушка. Конечно, надо толще. Ну и катушка тоже от Абу. В общем, такой комплект. Спиннинг до 80 граммов. Тут лежит еще палка тяжелее. Под уже совсем крупные приманки. Но, скорее всего, основной приманкой сегодня станет ночь. Потому что, ну, это прям было круто. Ну, 8500, 8450. Какая-то прям странная. Она жабры двигает. Она приворачивается почему-то. Она так иногда вздрагивает как-то. Чистенькая, красивая, да? Да, блин, вообще фиг. Что-то нет-нет дыша больше. Ну, мне кажется, это больше, знаешь, типа на судороги похоже. Дергается, да? Да, но она, видишь, она не дерутся вообще. Да, да, да. То есть и сама плавниками она вообще не работает. Да, 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 вижу, вижу. Не знаю, насколько слышно, меня нет. В общем, наверное, минут 10 пытались реанимировать рыбу в подсаке. Потом уже думали ее отпустить. Потому что вроде бы стала приходить в себя. Но уйти она как-то не смогла. Окрошка подсела. И, наверное, минут 10 держали ее без подсака в воде. В общем, никак не хочет уходить. Сейчас уже налили лайвел. Может, здесь как-то получится ее поддержать. Потому что рыба прям очень классная. Ну, сколько там, под 8 килограмм, красивая. На те такая редкость. И, конечно, хотелось бы, чтобы она хоть как-то, может быть, смогла прийти в себя. Сейчас еще вот лайвели с ней посижу. Отец сейчас потихоньку продолжил ловить. Потому что уже долго с ней мучаемся. Хотя, ну, не сказать, что много крови там она потеряла. Но, видимо, как-то все равно что-то пошло не так. Потому что рыба вообще ни в какую не хочет себя приходить. Только сейчас обратил внимание на мышь после поклевки. И, в общем, вот так вот щука с ней поступила. Здесь немного откололось. Здесь содралось. Как бы жалко. Обидно. Ну, примерно так происходит современный поиск. То есть открываешь карту в телефоне, двигаешься по нормальной глубине, смотришь, ищешь рыбу в Panoptics. В общем, просто двигаемся по заливу, ищем какие-то аномалии, ищем рыбу. И если есть, то кидаем. Как бы я это ловлю, можно сказать, только сам осваиваю. Поэтому делюсь вот с вами, можно сказать, своим первым таким опытом. Обычно ловишь на отеке, встаешь по корягам. И так как бы стабильная основная рыбалка на оке, которой все и занимаются. Но это вот уже что-то другое. И это вот интересно. Поэтому изучаем и осваиваем вместе. Но это уже прям что-то совсем новое вот именно в рыбалке. Потому что, ну, грубо говоря, у тебя нет особо никакой привязки. Если говорить про пелагическую рыбу, да, которая есть здесь в заливе. Вот какую-то аномалию нашел. Сейчас ее прикидаем. Ну, конечно, это привязка, но все равно. То есть ищем мы не с помощью боковиков, а ищем именно с помощью Panoptics. Передвигаемся, например, на скорости там 1-2-3 км в час. Вот так вот ищем всевозможные аномалии. Конечно, он сейчас подключил прибор, но не суть. В общем, таким образом вот сейчас ловим рыбу. И это интересно, потому что раньше этим на оке не занимались. Такого, можно сказать, научили водохранилище. На Камском водохранилище, где был первый этап, пал, это было необходимо. Семеном Готовским тоже катались по Чебоксарке. Так поискали какую-то движущуюся рыбу. Вот, то есть и даже на оке это можно применять. Вот, по крайней мере, в заливах-то точно. Потому что грунт здесь так себе, то есть боковики будет что-то видно плохо. А через Panoptics можно увидеть явные аномалии. Ну и рыбу тоже можно увидеть. И как бы вот именно на крупные приманки вроде бы пока получается интересно ловить. То есть вот, в общем-то, нашли такое местечко с рыбой. Здесь где-то вот силуэт похожий на щуку был, мелькал. Потом вот тут аномалии есть. Потом около нас тут тоже какой-то вот кустик есть. И сейчас это все будем прокидывать, смотреть реакцию. Ну, если там будет, то будем как-то развивать, долавливать эту рыбу. Сейчас, в общем, с каких-то неровностей на дне. То есть тут вон всякие какие-то непонятные то ли бревнышки лежат. Стайка береги такая тут плавает, надеюсь, видно. И, в общем, с нее сейчас тоже был выход на мышку. Но какая-то щучка небольшая неуверенно сопровождала. Выходы периодически есть. Рыбу тоже видно. То есть либо щуку видно в Panoptics, либо просто облавливаешь какие-то места и она выходит. Но пока среагировала только одна, видимо, все остальные недостаточного размера, но либо не той активности. То есть выходит, смотрит, но не клюют. Но тема однозначно перспективная, потому что рыба есть. И, как видите, она тут может быть в заливах нормального размера. Тихоньку сейчас так здесь пройдемся, поищем рыбу. Пробуем облавливать. Ну, тут, например, всякая бель такая. Тут висит ее, можно облавить. Такие стайки. Тут вот что-то типа веточек каких-то тоже непонятных уже оттебель. Ну, в общем, все подряд вот это вот пидаем, пробуем, потому что непонятно, к чему сейчас щука будет ввязаться. Бель, конечно, залив уже набилась. Или было столько тут все лето. В общем, белая рыба есть. Конечно, в каких-то районах сконцентрирована. Но, тем не менее, в общем, ее здесь достаточно много. Щука непонятно. То ли, может, еще не набилась перед зимой, потому что вот только уже сентябрь еще на дворе вода, всего 15 градусов. Но, тем не менее, какая-то реакция есть. То есть, вот одну рыбу поймал. Еще у отца была, ну, не поплевка, выход был. У меня тоже несколько выходов было, поэтому... Причем, ну, именно на крупные приманки-то вот на мышеловин. Ну, и там еще средний, там, стандартный кидаль. Там изик, например, 6,5, фат 6,8. В сбере, кстати, был один выход, но не с такой, как бы, большой вот, как здесь облако, а чуть поменьше, потому что там была стайка небольшая, и вот ее еще чуть-чуть как граулило, но не клюнуло. Вроде, как бы, общего фона залива встречаются такие вот классные коряги. И тут еще в чем интерес, небольшая тяга имеется. И здесь вот мы вполне неплохо ловили зимой. То есть, по последнему льду в этом заливе часто ловим, чего бы классно кляет. По первому льду сюда бывает приходит, но лучше, конечно, по последнему. И вот с этого дерева намного ловили рыбы, конечно, мелкая. Сейчас попробуем вот здесь гранять крупные приманки. Конечно, не знаю, либо поверх вот походить ее, либо к плакам как-то с праховуюсь кидать. Но если щука есть, то должна, по идее, среагировать. А в целом, это места для нее классные, потому что вот рядом берег тут, стайка плавает, кормовая. Ну и куск, как бы, прям очень хороший такой фундаментальный. Ну и тяга есть тоже. Все намекает на то, что рыба здесь есть. Сейчас будем кидать и пробовать. Еще, 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 еще. Да, да, да. Вот так вот. Даже вот так. Просто еще ветром, считай, будет сносить. На куск наведешь? Да. Черт. Ну все. Сдеваешь? Да. Да, у него не проваливается? Будем ты попробовать прям у него повалить. Особо ничего, да? Угу. Ну, рыба вроде бы стала более-менее, чуть получше. Конечно, все равно она не держится, но уже хотя бы более, и как бы явно стала шевелить жабрами, плавниками иногда. И в целом, если ее отпустить, то она может там сколько-то секунд подержаться, но все равно это как бы не то состояние, в котором она должна быть. И кольнул рыбу, и, ну, в общем, что только не делал, массировал, но все равно как-то она плохо держится, то есть постоянно вот переворачивается. Продвигаемся дальше по заливу. Новые коряги и новые надежды на предыдущий, хоть и на красивом месте, где была и нормальная глубина, и тяга, и бель, и коряга здоровая. Вообще никакой реакции не было ни на джек, ни на крупные приманки. Ну, следующий кустик, проверяем его. Нормально, вон она пошла, вот, я ее держу. Ну, непонятно. Ну, смотри, какое движение двойное, и там... Это как будто судаки. Хотя вот это больше на щуку похоже. Ну, сейчас посмотрим. Наведешь на куст? Ну, да, рыбешальца здесь. Да. Я еще львей кинул, по-моему. Нет? А, нет, нормально, нормально, нормально. Вон там, вон, здоровый, смотри, какая. Ну, да. Ну, да. Ну, тот, который шел, был похож на судака больше. Стояли на точке, и, как оказалось, рядом еще один находится куст. Тоже видно, вот, немного он тут возвышается из воды. Ведешь на него. Такие тоже опасности есть в заливе, если там на моторе передвигаться. Ну, такие домики для рыбы. Правда, почему-то она вот в таких больших структурах здесь. Ну, по крайней мере, вот, сейчас не живет. А зимой в целом поклевывает. Вот такая игра у мыши в лягушке в таком оснащении. Собственно, вот на это как раз и клюнула щука. Получается, что на ускорение хвостик немного складывается. А на медленной проводке, в принципе, вот так стабильнее играет. И в чем плюс этого хвоста табу, что он не захлестывается на запрос за все вот эти вот дырники. То есть, почти всегда проводка получается ровной и как бы качественной. В общем, такая приманка. Кстати, еще раз напоминаю, что приобрести все вот эти снасти можно в интернет-магазине MaxFishing. А по моему промокоду SazanoFishing вы получите дополнительную скидку 5%. Причем эта скидка будет суммироваться с другими возможными там скидками. Поэтому переходите, рекомендую. Так получилось, что я в компании в этой работе уже два года. И с этого сезона уже, можно сказать, попал в команду MaxFishing Team. И мне вот выдали промокод, поэтому пользуйтесь, экономьте на покупках и покупайте классные, качественные снасти. Нет, ну, конечно, мышь так растрепать ни разу такого не видел еще. Ну, что ж ты достойная. Ну, да. Вот интересно, это она просто как бы на поклевке, на сопротивлении или в подсаке уже так вот. Ну, кстати, на игру это никак не влияет. Лягушки тоже достаточно плотные. На те, на которые ловили на чебоксарке, тоже поймали очень много рыб. И они как бы нормально держатся и живучие, такие достаточно приманки. Да, выходов нет. Как клюнуло? Ну, так, барчик небольшой. То есть у тебя первая рыба на мультипликаторную снасть и на мышь. Ты хоть фриксон-то ослабь. Как его ослаблять? Вот так вот. Короче, иногда вниз. Погуляла. А то-то выкорчаловывала ее. Блин, смотри, такая вроде мелкая, да? А мышь? А мышь? Так, мне ее надо минимально продлировать, что ли. В общем, щука, она везде щука. И в прошлом году то, что не мог поймать на мышь, оказывается, просто не умел как бы на нее ловить. Не понимал, как надо, где надо. Но вот в этом году вроде бы как бы научили. И вот как бы пробую это на оке. И отец тоже ее работает. То есть даже небольшая щука, там сколько-то, сколько-то не было. Полтора подушек. Ну вот, то есть нормально. На такую мини-мышь, мини-мышь и мини-лягушку. То есть тоже там лягушка 17 сантиметров, она нормально среагировала, клюнула. То есть можно продолжать и убрать вооружение себе при рыбалке на оке. Завершаю на сегодня рыбалку. Часть К4 поползали по заливу. Вот поймали две щучки, были еще выходы. Ловили исключительно, ловили в основном на мышь. Конечно, покидывали еще поролон в некоторых местах. В некоторых местах педаль там средняя. Приманка типа ПТ-6,8 или Шайнера 6,5. Эксперимент не останавливается. Завтра будет новый день. Завтра пойдем, наверное, в следующий котлован посмотрим. Или еще другие заливы проверим. Завтра вроде бы времени побольше будет на рыбалку. Поэтому надеемся, что продолжение будет. Сегодня даже как будто бы какая-то активность была по времени. Потому что сначала было видно щуку в Panoptix. То есть как-то она активничала, была толще. Но потом ближе уже к обеду, наверное, после обеда время она перестала как бы появляться. И реагировать вообще на приманки. Рыбу, к сожалению, не спасли. Прям очень жалко. Это, получается, моя самая крупная щука именно на Оке. Потому что в прошлом году, а вот обновил рекорд, там под семерку была щука. А это вот, получается, где-то под восьмерку. Очень жалко. Очень жалко. Ну вот, пытались, наверное, часа два, наверное, с ней мучились. Прям. Ну то есть я ловил, то отец ловил. То есть полноценно не рыбачили. Пытались ее сохранить, но, к сожалению, не получилось. Так бывает. Поэтому завершаем рыбалку. Но для вас видео не заканчивается, ведь завтра будет новый день. Перевесили рыбу уже без головы подсадчика. Оказалось, что он весит. Эта голова полтора килограмма. А рыба чуть за семь. То есть там семь с копейками. Так что, ну, думал, что больше. Обновил как бы рекорд на более шею. Веса в итоге обновил прям на 300-400. Сегодня прям очень классное утро. Также начинаем с выхода из залива. Крупные приманки, к сожалению, ну, как это иногда бывает. Забыл, в общем, карту памяти для экшн-камер. Поэтому, ну, сегодня все будем снимать на телефон. Тем не менее, все самые интересные моменты, поимки покажу, расскажу. Поэтому давайте начинать. По-быстрому прошлись уже, можно сказать, по всем интересным местам залива, на которых вчера были либо поклевки, либо выходы. И пока что вот только с одного места сейчас была какая-то активность. Здесь вот несколько таких крупных было достаточно силуэтов. Сейчас они уже куда-то более-менее так подрассосались. Вот. Но, в общем-то, реакция на мышь была. Реакция на мышь была. Одна такая щучка была неплохая, а второй входил судачок прям мелкий. Но в целом, вчера здесь тоже была активность. И вот она осталась как бы сегодня, но без реализации, без поклевки. Только что показал вам кост. И на мышь поклевок не было. На Изишайнер какая-то рыба села. Что за рыба? Не знаю, что там походят. Там по-рубски. Так. Убираем. Может, сом? Может, сом большой. Давай пока поснимаю. Подразнил я коряжку мышью. Хотел уже поставить слаг. И вот у папы первый заброс попадания в корягу. Скорее всего, сом. Скорее всего, да. Не поднимается. Скорее всего, сом. Поклевку прям было видно в паноптик. То есть, прям опускали приманку в куст. Что, уже готовится? Я не знаю, Илюш, он может эту штангу. Как же поднять? Ну, опускали в куст. И тут с куста сразу же последовала поклевка. Готовится, нет? Готовится, нет? Не знаю пока. Парни в кустовы. Парни в кустовы. Видно бы, кто это, судак, сом. Ну, если бы сом, он пузыри бы пускал. Ну, сил прям полно у него. По-моему, по-моему, сом. По-моему, сома, Лёв. Из-за липа. Сом, похоже. Да, сомер. Уже? Ну, вруны уже пошли. Это сомик. Давай, фотки. Держи, а то вот пацан у нас форман уже. Вот, показывал вам только штукорягу. Кидали в неё мышь. Ну, сом на мышь особо вроде не клюёт. А на изик, на равномерку. То есть, прям в куст ему туда опустили. И сразу же он среагировал. Так было видно лёгкое движение. И, в общем, сразу же поклёвка. Эмоции. Ну, так, весёлый, конечно. Ну, да, так, нормально сопротивлялся, бодрый. Да, удар хороший был. Вот так, залив. Ну, такой. Ну, конечно, не рекордный, скорее всего, да? Не-не-не. Вот, смотри, как он пробил. Ну, это, мне кажется, под 10 уже, нет? Да, десяточка. Ну, что, снимаем приманку? Да, снимай, я думаю, что-нибудь. А ты всё кидать не хотел и заставлял тебя. Да не, я что, меньше забросил. Наводчиком хотел всё быть. Я-то выжду паузу. Кому что, отец, как бы, самятник. Ну, очень часто ездим, когда на рыбалку вместе, сон почему-то клюёт именно у отца. То есть, я за, там, условно, 10 лет спиннинга ни одного, можно сказать, не поймал именно на спиннинг. Ну, то есть, ещё там ловил, там, на балансиры в отвес. Главный самятник, как бы, вот. Постоянно. И на Волге, и на Аке, и... На Горьковском море. Да, ну, в горы Волга. Ну, то есть, не знаю, как у него это получается, но, в общем, такой заговорённый именно на Самор. Рыбачок у нас. Да, правда. Приманка классический Изишайнер, PAL-03. Такая стабильная, рабочая тема у нас на Аке. И джига-ловка, получается, BTK. Ну, вот, крючок 8.0. Видели, какое было давление, сопротивление с ним, вообще ничего не случилось. Пап как-то с утра особо не хотел ловить, говорит, давайте я понавожу. Ну, чтобы я поводил, как бы, мышь половил. И так удобнее, когда один наводит, второй ловит. Ну, говорю, давай кидай, потому что что-то реакции вообще нет на эти все приманки. И совсем не классическая рыба для залива, потому что... Ну, вот здесь как бы все лодки слипуются, то есть все куда-то едут. Ну, как показывает практика, рыбы здесь, по-моему. Как это всё было, Изишайнер упал где-то метров на 18. Так, парил, парил, парил. Отец где-то здесь закрыл катушку. И вот так вот медленно тут спланировал. Прям вот, можно сказать, под подножье коряшки вот этого, кустика. И отсюда, ну, прям было видно, как движение рыбы. И сразу же, в общем-то, поклёвка. Возможно, тут как раз-таки и сон шарился. То, что большой силуэт было видно, то поднимался, то опускался. А, возможно, и щука была непонятна. Сейчас здесь вот по мельку перелезли. Буквально там сантиметров 30-40-50 шли. И сейчас вот попали в следующий, второй такой большой залив. Сейчас будем по нему лазить. Тут, кстати, что интересно, именно в этом заливе, что есть течение. То есть через него оно проходит, хоть и слабое, но всё равно есть. И этим, как бы, этот залив на Ки отличается от многих других. Потому что остальные все такие, как бы, больше затонные. Полностью закрыто от течения. А тут всё равно протягивают. В общем, сейчас будем разбираться со следующим котлованом. Катаемся по котловану в поисках классных мест. Нашли вот такой интересный завальчик. Ну, судя по всему, должна в нём жить щука. Потому что и в боковике рыба есть, и в Panoptics рыбы есть. Можете поздравить. Второй экспериментальный день. Снова поклёвка на мышь. Был сход. Наверное, ну сколько протащил рыбу? Может, метра 2-3. Такое поощрение было хорошее. Возможно, даже плюс-минус, как вчерашняя. Вчерашняя, как бы, сначала посильнее головой трясла. Это было, как будто бы, тяжёлой просто. То есть, удавило. В общем, поводок немножко загнуло. Но крючки не выдрало. Значит, скорее всего, с головы как-то засеклась. С этой же коряги, которую я вот только что показывал, долго мы стояли здесь кидали. Может быть, заброс в 10 уже сделал. И всё-таки она клюнула. Так что круто. Вчерашний день это была, как бы, не случайность. И щука действительно на это клюёт. И очень классно, что получается. Уже прошли почти весь котлован. Конечно, казалось, что здесь воды больше. Но как-то идём-идём. И особо не получается за что-то зацепиться. Здесь в одном только месте вот были поклёвки. Одна поклёвка была. То есть, там такая хорошая щука сошла. Сейчас, получается, приехали ко входу в залив. Здесь тоже интересный такой участок. Пробьём его по-быстренькому. В целом, если где-то получится рыба зацепиться, значит, она как бы тут и есть. А если не получится, то... Ну, значит, её тут нет. И там каждую коряшку проверять, конечно, имеет смысл. Потому что как-то странно она их тут выбирает. То есть, вроде бы, коряги однотипные, но с каких-то клюёт, с каких-то не клюёт. Но в целом, если там 5-7 коряк будут молчать, то, значит, скорее всего, просто активности никакой. Её пока здесь нет. А так, получается, вот течение заходит. Здесь интересно. И здесь уже начинает закручивать. Будем пробовать. Здесь такой приямок. Обязательная вещь в лодке – это цеп, кошка. В общем, всё то, что поможет спасти наши приманки, которые не только дорогие, там, душе и сердцу, но и по финансам тоже такие крупные приманки стоят дорого. Поэтому надо их спасать, отцеплять и не засорять водоём. То есть, сначала попробовали с отцепом, не получилось. Потом попробовали с отцепом и с кошкой. И последний вариант был вот спасти именно кошкой. Собственно, что и получилось. Спасибо! Излазили уже весь залив. Прям везде, можно сказать, были. По нормальной глубине, там от 2 до 5 метров. Посмотрели. В общем, выходы есть. Редкие, но всё-таки есть. Видимо, щука ещё не зашла. И вот именно активничает та, которая здесь, наверное, сёдлая. Чем ближе к зиме, тем интереснее, по идее, должно быть. Потому что, в принципе, если щука есть, то она сразу реагирует. Ну, как вот по новчицам видно. Количество мест, как бы, где она есть, прям очень мало. И, то есть, там выходы можно по пальцам руки пересчитать. И поклёвка вот на весь котлован, вот эта большая, была одна. Как бы, да, рыба классная. Прям хорошая очень рыба. Но, тем не менее, всего лишь одна поклёвка. Заехали на тот куст, которого была первая поклёвка в этом котловане. Долго стояли, тоже кидали. Пробовал разные проводки. И, что думаете, опять поклёвка и снова сход. Не знаю, может быть, как-то не просёк. Тут крючки стоят базовые, которые от этой мыши, от CVC. Их, по идее, бы лучше, конечно, заменить. Потому что они, ну, недостаточно острые. Но пока что не заменил. Ну, там отец показывает, что, скорее всего, это та щука, которая клюнула. Но, возможно, и нет. Непонятно. Ну, в общем, вторая поклёвка и второй сход на этой коряге. И вообще, со всего котлована только вот на одной коряге, получается, получилось добиться поклёвки. Хотя выходы ещё были. Подсак почти пригодился. Щука буквально здесь уже под лодкой вот выскочил. На свечку тоже такая, может, полторашка, двушка. Ну, классно. Опять, в общем, собственно, была поклёвка на мышь. Просто стоим всё на том же кустике и перебираем разные проводки. Но я перебираю. Отец помогает, наводит. То есть, просто там чередушь разной скорости и там разные паузы. И, собственно, на это вот перебор рыбы клюёт. Сейчас, ну, такая небольшая, полторашка, двушка. Плюс-минус, может, даже поменьше. Но, тем не менее, на мышь она клюёт. И клюёт хорошо. То есть, это уже третья поклёвка с этой коряги. Первая рыба была классная. Вторая вроде бы похуже. Третья какая-то совсем уже там не то, в общем, ради чего ставишь такую вот приманку. Вот и всё. Двудневный эксперимент подошёл. И, к концу, получилось ли отдохнуть, как и планировал, скорее всего, нет. Потому что, ну, прям много пытались ловить. Постоянно перемещались. Думали. То есть, это не обычная рыбалка на джиг, когда ты, грубо говоря, приезжаешь на точку. Уже отбитую. Как бы просто якорёшься и ловишь. Ну, на автомате. Тут надо прям постоянно думать. Искать, как-то экспериментировать. Подбирать ключик рыбе. И сегодня, вот, например, на мыши было у меня всего лишь три поклёвки. Остальные приманки-то я особо и не кидал. И вот у отца тоже одна поклёвка на Изишайне в 6,5. То есть, такая достаточно трудовая рыбалка. Хоть и очень интересная, потому что рыба клюёт хорошие, поклёвки классные. То есть, у отца прям офигенная поклёвка была, говорит сам. У меня тоже классные поклёвки были щуки. Но, в общем, выматывает. И самое главное, что эксперимент удался. То есть, действительно, в заливах даже сейчас, когда вода ещё достаточно тёплая, в сентябре, рыбы есть. То есть, не знаю, либо на осёдлой, либо проходная. Там непонятно. В общем, главное, что она есть и что она клюёт на мыши. Это прям круто. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Ещё есть пару дней на отдых. И отправляемся на второй этап PAL на горе-море.